Это охрана? Продолжаем говорить на самые интересные и важные темы. Одну из них – неделю добрых дел в Крыму. Обсудим прямо сейчас. У нас в гостях Дина Либман, директор Еврейского студенческого культурного центра «Гилель» и Яна Пштейн, президент Всекрымского еврейского конгресса. Дина Моисеевна, Ян Борисович, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые гости, первый вопрос все-таки, наверное, Дине Моисеевне, которая имеет отношение к празднованию недели добрых дел более непосредственно. Дина Моисеевна, что такое неделя добрых дел? И как так оказалось, что мы в Крыму эту неделю отмечаем целую неделю. Идея дня добрых дел родилась в Израиле в 2007 году. Спустя какое-то количество лет эта идея преобразовалась в целую неделю. Но очень мало людям стало одного дня для того, чтобы делать добрые дела. И в этом году именно неделя добрых дел проходит в Крыму уже пятый раз. Абсолютно разные добрые дела, которые делают люди. Это и сбор какой-то гуманитарной помощи, и посадка деревьев, и визиты молодежи к пожилым, одиноким людям. Вот такое вот разнообразие. Ян Борисович, как так оказалось, что Дина Моисеевна убедила вас и весь всекрымский конгресс поучаствовать в неделе добрых дел? И чем вы занимались? Ну, вы знаете, нас особенно убеждать не надо было, потому что то, что делает Дина, то, что делает сегодня Гилель, и это уже делается не один год. И как можно уговаривать делать добрые дела? Потому что добрые дела должен делать каждый человек. Это должно быть в его сердце, в его душе. Всекрымский еврейский конгресс всегда это поддерживает. И более того, учитывая, что Гилель является членом Всекрымского еврейского конгресса, а недавно Дина Либман стала членом правления Всекрымского еврейского конгресса. У вас просто не было другого. Поэтому мы должны работать, и вот мы работаем вместе, и надеюсь, что будем продолжать дальше работать. Дина Моисеевна, но это не крымская инициатива неделю праздновать тот день, который во всем мире уже десятый год отмечается именно как день? Или действительно это крымское ноу-хау? Это не крымское ноу-хау. И вы совершенно верно сказали, что в этом году Международному Дню Добрых Дел исполняется 10 лет. Такой себе небольшой юбилей. День преобразовался в неделю в 2011 году по инициативе киевского Гилеля. И, в общем-то, идея нашла поддержку, распространилась. И неделя Добрых Дел проходит не только в Крыму, а в Украине, Грузии, Узбекистане, Азербайджане, в Молдове и в Белоруссии. Ян Борисович, еврейский конгресс, которым вы руководите, который вы возглавляете, он вообще часто на такие, по большому-то счету, в принципе, наверное, молодежные инициативы реагируют. И вот какое, в принципе, место молодежная политика в жизни крымского еврейства занимает сейчас в эти дни? Ну, вы знаете, что когда будешь с молодежью, себя тоже ощущаешь молодым. Поэтому, как говорится, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. То есть вы делаете это с удовольствием. Конечно. В нескрываемом. И это правильно. И я хочу сказать, что мы рассматриваем, вот Крымский еврейский конгресс, был одним из учредителей недавно созданной организации, которая называлась Черноморская ассоциация международного сотрудничества. И мы рассматриваем добрые дела, мы рассматриваем ту работу, которая сегодня проводится Гелелем, которая проводится сегодня в мире, как одним из инструментов общественной дипломатии, одним из инструментов детской, молодежной дипломатии. Вы знаете, многие могут сказать, что такое детская дипломатия, что пусть дети играют в игрушки, но это совершенно неправильно. Дело в том, что, возьмите, к примеру, лагерь Артек. Сколько приезжает туда детей со всего мира? Значит, дети, которые обмениваются и получают информацию о том, что проходит, например, сегодня у нас в Крыму, в каком состоянии сегодня, видят, находится Крым. Как изменился тот же самый лагерь Артек, они это все донесут до других стран. И вот на сегодняшний день, вы знаете, вот Дина расскажет дальше об этом, 10 апреля состоится такой большой-большой день добрых дел, который пройдет по всему миру и предполагается, что выйдет более 1 миллиона молодых людей. Ну и несколько слов еще, если можно, я хочу сказать по поводу того, что в составе Ассоциации международного сотрудничества создается сейчас Международный молодежный центр. Сейчас разрабатывается его концепция, и в этом молодежном центре будут не только студенты наши, но также студенты и молодежь, которая обучается в нашем Крымском федеральном университете, которая сюда приезжает. И мы сегодня получаем уже много таких интересных заявок. И я надеюсь, что наша молодежная организация Гелель, она будет одним из тех, кто будет одним из основных участников этого Международного молодежного центра. В ближайшее время мы познакомимся с такой концепцией. Дина Моисеевна, Ян Борисович только что пообещал, что вы нам расскажите о том, что будет 10 апреля. Расскажите, пожалуйста, что ждет крымчан 10 апреля. И не только крымчан, жителей других, кажется, 70 стран, которые неделю доброты, точнее день доброты в разных его проявлениях отмечают. Да, Ян Борисович только что затронул цифры. Я бы тоже несколько слов хотела сказать о цифрах. В 2007 году это была одна страна и 7 тысяч волонтеров. В прошлом году, в 2015, это уже 70 стран и 930 тысяч волонтеров. И в этом году совершенно верно Ян Борисович отметил, что более 1 миллиона волонтеров планирует привлечь в течение этой недели. В Симферополе нам удалось привлечь порядка 150 волонтеров, и это уже достаточно много. Именно 10 апреля в Симферополе будет проходить молодежный городской турнир по игре «Крокодил». Что это за игра такая, Дина Моисеевна? В день-то доброты крокодила играть. Очень добрая и положительная игра. Большинство знает ее под названием «Показуха». Это комплект различных конкурсов, там где один либо два человека показывают остальным что-либо загаданное, а остальные угадывают. Ян Борисович, к слову о «Крокодилах». Вы говорите о том, что молодежь важным инструментом этого и межнационального диалога, с одной стороны здесь, в Крыму, и международного диалога, который ведет Россия с другими странами, занимает результаты какие-то промежуточные итоги этого самого диалога, этого взаимодействия. Можно подводить? Насколько эффективна эта самая народная дипломатия детскими устами? Вы знаете, в прошлом году, 16-17 ноября, в Крыму провели международный форум, международную конференцию, которая называлась «Многонациональный Крым в современном международном контексте». И в рамках этой конференции приняло участие, кроме 11 стран, как я говорю, взрослых, где были представители Великобритании, мы уже не раз об этом говорили, Италии, Японии, Чехии, Израиля, было 12 представителей молодежных. То есть были студенты, которые представляли 12 стран. И вот эти студенты, когда мы на второй день проводили молодежный блок этого форума, вот там было принято решение о том, чтобы каждый из этих студентов вошел в состав молодежного международного центра, и он будет по своей сути являться вот этим общественным дипломатом, тем дипломатом, которым уехав в свою страну, он донесет ситуацию, которая очень важна, чтобы донесли по поводу того, что происходит у нас в Крыму, в каком состоянии мы находимся, чтобы люди знали, люди знали правду. И вы знаете, что на сегодняшний день... Но они так и доносят, потому что сказать можно здесь одно, а приехать домой и сказать что-то другое тоже невозможно. Вы знаете, я вам хочу сказать, что, ну, вы понимаете, что разные люди есть. Есть, которые доносят так, как оно есть, а есть такие, которые приезжают сюда из некоторых, так сказать, политиков, которые встречаются здесь, а потом приезжают и делают доклады несколько в другом плане. Мы такие примеры тоже имеем. Вот, но вы знаете, если, когда-то в Советском Союзе говорили, что если из 100 кандидатских диссертаций, одна диссертация даст большой экономический эффект, то 99 можно здесь, то можно 99 тоже зачесть. И вы знаете, вот на сегодняшний день создан такой международный волонтерский проект, который находится при организации объединенных наций. Он подчиняется организации объединенных наций, и вот эти вот волонтеры, которые должны, должны заниматься, я надеюсь, что и наши, так сказать, волонтеры, которые сегодня здесь есть, в свое время тоже смогут быть в этой когорте и тоже участвовать в этих проектах. Вы знаете, вообще, вот на мой взгляд, что молодежную дипломатию можно сравнить с каким-то большим бизнес-проектом. Может быть, не совсем хорошо звучит бизнес-проект, но когда мы делаем какой-то бизнес-проект, мы на выходе должны получить какой-то большой экономический эффект. Взаимовыгодный эффект. Так вот, здесь мы говорим о том, что мы должны принести через десятки лет дивиденды, получить дивиденды, потому что вот эти детки, которые сегодня еще маленькие, которые сегодня студенты, они через какие-то годы станут кто-то профессиональным дипломатом, кто-то станет на какой-то, может быть, другом поприще будет трудиться, но они должны сегодня расти, они должны видеть все, что происходит, и таким образом доносить в свои страны реальную картину. Потому что для России сегодня, для Крыма сегодня очень важно, с учетом всех санкций, которые сегодня есть и которыми обложили, так сказать, нашу республику, очень важно, чтобы наносили действительно правду. Что касается вот непосредственно недели добрых дел, то в российском Крыму она проходит уже третий раз, уже Дина Моисеевна об этом сказала, что 14, 15, 16 год, и более того, она привела цифры, как от 70 или от 7 тысяч выросли до 930 тысяч. Ну вот возвращаясь к теме цифр, Дина Моисеевна, вы говорите о том, что, кажется, 150 волонтеров, вы сказали, здесь в Крыму. Вообще это много или мало? Потому что надо полагать, что молодых евреев в Крыму больше. Молодежь охотно участвует во всякого рода волонтерских проектов, не только вашим объединениям инициируемых. Вы знаете, достаточно охотно, я сейчас говорю не только о молодежи, то есть среди этих волонтеров есть и детки, и есть люди более старшего возраста. Люди откликаются, когда к ним обращаешься с просьбой, с призывом, они делают добрые дела. Один из экспериментальных проектов в этом году – это марафон добрых дел. То есть у нас на сайте выложен, ну назовем это так, банк добрых дел, команды сами формируются, сами выбирают из этого банка добрые дела и сами идут их выполнять. После отчитываются фотографиями, то есть что они сделали. И это классно, что люди на это реагируют. Спасибо большое, Дина Моисеевна, Ян Борисович, вам огромное спасибо. Будем реагировать вместе на ваши добрые дела, будем присоединяться. Спасибо за настроение, удачи во всех начинаниях. Спасибо большое. Ну а мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова